Уже не секрет, что можно жить и работать там, где вам нравится. Многие рассматривают привлекательную возможность иммиграции в Европу, куда стремятся сегодня большинство людей для комфортной жизни. В какой стране остановиться будет зависеть от ваших потребностей и от условий проживания в определенном государстве. В основе системы финансовой помощи гражданам Европы лежит принцип опечительства, согласно которому на поддержку может рассчитывать каждый, кто нуждается. Система социальной защиты в странах Европы имеет долгую историю. На нынешнем этапе некоторые задачи в области развития систем социальной защиты изменяются в пользу потребностей граждан. Одним из направлений является организация защиты от новых рисков. Почти во всех странах предоставляется социальное пособие по бедности, которое обычно объединяет общее название «Программы по обеспечению минимального дохода». Развитие программ по обеспечению минимального дохода наглядно показывает, что дело заключается не только в том, чтобы выплачивать социальные пособия, но и в том, чтобы помочь людям интегрироваться в обществе. Стоит отметить, что пособия и доплаты на аренду жилья и оплату коммунальных услуг предусмотрены на территории всей Европы. Мы расскажем о некоторых странах и как они готовы поддержать своих граждан. В Германии размер социальной помощи в 2019 году на одного взрослого человека, проживающего отдельно, составлял около 424 евро в месяц. Пособия на оплату жилья – до 500 евро, пособия для родителей на воспитание детей – до 300 евро, а пособия для ищущих работы – до 460 евро в месяц. Есть и другие пособия – финансовая помощь в виде стипендий учащимся студентам, медицинское страхование и возмещение других расходов, связанных с болезнями, базовое пособие в пожилом возрасте и в связи с нетрудоспособностью. Данные льготы обеспечивают основные минимальные потребности человека. Кроме того, учитываются особенные обстоятельства, в которых находился человек, например, его потребности в лечении, особенном уходе и так далее. В Германии действует и такое правило – полис обязательного медицинского страхования, который имеет хотя бы один из работающих родителей. Он распространяется на второго супруга и на детей до достижения ими 18 лет. В Великобритании бесплатная стоматология, обеспечение витаминами детей младше 5 лет и беременных женщин, бесплатное школьное питание, возмещение оплаты и отопление пенсионерам, инвалидам и семьям с ребенком до 5 лет, размер пособия и единой социальной выплаты на одного человека составляет 362 евро в месяц, для семейных пар – 568 евро. Пособие по безработице – 84 евро в неделю. Максимальная длительность выплаты такого пособия в Англии составляет 12 месяцев. За каждого родившегося ребенка в семье государство выплачивает 560 евро, а пособие по уходу за ребенком – 75 евро в неделю. Также предусмотрены пособия на жилье, малобеспеченным, на трудоустройство и по инвалидности. А, к примеру, в Швеции размер средней заработной платы в 2020 году составляет около 3,5 тысяч евро в месяц. Это самый высокий уровень доходов граждан во всей Европе. Минимально оплаченный труд составляет около 15 тысяч евро в год. В Швеции предусмотрено также денежное пособие эмигрантам. Пособия на период адаптации – это деньги, которые выплачиваются при условии выполнения составленного плана. В план адаптации можно, например, вписать такие пункты, как курс шведского языка, изучение основ социального ориентирования, оценка образования и профессионального опыта, а также практика. Если у вас есть дети, можно получить надбавку к этому пособию. Основное направление льгот Швеции идут на поддержку семей. Предусмотрены такие пособия, как по временной нетрудоспособности, на детей, малообеспеченным семьям, многодетным семьям, на жилье, на получение образования и по безработице. При рождении ребенка родители получают 480 рабочих дней оплачиваемого отдыха, а также ежемесячное пособие до достижения ребенком в 16 лет. Разовое пособие ребенка до 8 лет, пособие родителям и детям до 12 лет по болезни, алименты на содержание детей до 18 лет. В целом средняя шведская семья получает пособия размером 236-264 евро, плюс 60 евро на каждого ребенка в месяц. Семьи, имеющие доход ниже среднего, получают жилищную дотацию, а малообеспеченные еще и социальную помощь. Коммунальные органы власти полностью оплачивают начальное и среднее школьное образование. Средний размер пособия по безработице составляет около 255 евро. Из этого можно сделать вывод, что в ведущих странах Европы существует реальная система оказания социальной помощи. Ее предоставление обеспечивает нуждающимся минимально необходимый уровень жизни, соответствующий их человеческому достоинству. Если было интересно и занимательно, то нажми кнопочку подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Круассан. Много вкусного контента.